МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите гай.рф-видеоверсия в студии Валентина Демидова. Наша программа подготовлена при поддержке гипермаркета Айсберг. Хочешь получить 10 тысяч рублей? Только в гипермаркете Айсберг. С 11 по 31 декабря покупай бытовую технику Samsung LG и получай подарочные сертификаты до 10 тысяч рублей. Новогодние подарки в гипермаркете Айсберг. Вначале краткий обзор тем, о которых мы вам расскажем. Мужчина в гае заразился трихинеллезом. Заражение произошло после употребления в пищу мяса бурсука. Гайчане должны по налогам более 10 миллионов рублей. Это серьезная дыра в городском бюджете. Известна дата открытия главной городской елки. В городе началась череда новогодних утренников. На Орском шоссе на пересечении с улицы Войченко был сбит пешеход. По предварительной информации водитель ВАЗ-2114 поворачивал с Войченко направо. В этот момент шоссе переходила женщина. Участок дороги здесь практически не освещается. На месте работала бригада скорой помощи. Пострадавшая была доставлена в больницу. Характер травм уточняется. Сотрудники ГИБДД проводят разбирательства. Как нам стало известно, в инфекционное отделение поступил гайчанин с подозрением на заражение трихинеллезом. Заболевание является редким. Заражение происходит после употребления в пищу мяса животных. По предварительной информации, заболевший мужчина ел мясо барсука. Официального подтверждения случая трихинеллеза пока нет. Диагноз уточняется областными специалистами. Проводятся необходимые анализы. В прокуратуре прошло итоговое совещание по коррупции. В 2015 году в ГАИ правоохранительными органами выявлено 5 преступлений коррупционной направленности. Однако остается неудовлетворительная работа по выявлению и пресечению преступлений, связанных с получением должностных лицами взяток. Такие данные прозвучали на совещании рабочей группы по противодействию коррупции, в котором приняли участие представители прокуратуры, Следственного комитета, полиции и счетной палаты администрации города. В этом году прокуратурой выявлено 82 нарушения, касающихся муниципальной службы и противодействия коррупции. Опротестовано 25 незаконных правовых актов и 15 нормативных документов, в которых содержались 44 коррупциогенных факторов. Внесено 13 представлений, по итогам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица. Административное производство открыто в отношении 6 лиц. Сферы наиболее подвержены коррупции – это строительство, здравоохранение и образование. Вместе с тем в уходящем году не было возбуждено ни одного уголовного дела по статье «Взятка». В связи с этим правоохранителям было рекомендовано усилить ведомственный контроль и принять дополнительные меры, направленные на выявление и пресечение подобных преступлений. Местные налогоплательщики должны в бюджет округа серьезную сумму – более 10 миллионов рублей. По состоянию на 1 декабря 2015 года задолженность по налогам физических лиц в бюджет Гайского городского округа составила 6 миллионов 282 тысячи рублей. В том числе по земельному налогу – более 4 миллионов, по налогу на имущество физических лиц – более 1 миллиона рублей. Неуплата налогов в установленные сроки влечет за собой начисление пени. Помимо пени, отвечать за неуплату налогоплательщику возможно придется имуществом или водительскими правами. Об этом сообщает сайт администрации города. Если же долг с гражданина взыскивается через суд, то на плечи должника ложится уплата судебных издержек. Кроме того, при неисполнении судебного приказа в установленный срок и возбуждении исполнительного производства службой судебных приставов должнику предъявляется исполнительный сбор. Администрация города Гайя настоятельно рекомендует гражданам, не уплатившим налоги, поспешить уплатить за должность добровольно. Узнать, сколько вы должны, можно в налоговом органе, либо на интернет-сайте ФНС России www.налог.ру в сервисе «Личный кабинет». Норка от 42 тысяч, бобер от 25 тысяч, сурок от 40 тысяч, мутон от 20 тысяч рублей. Новое поступление меха. Магазин «Бриз», секция номер 1. Большой выбор платьев к Новому году. Рынок Гайский, секция номер 16. На Гайском рынке, секция номер 6, второй этаж, открылся новый отдел женской одежды. В большом ассортименте платья, юбки, кофты, блузки, туники, толстовки. Размеры от 40 до 56. Качественно и недорого. Мы ждем вас. В Гайе открылся новый отдел корпусной мебели. Кухни, кухонные столы, табуреты, а также большое разнообразие шкафов-купе с красочными картинками на створках. Любые размеры и форматы. Индивидуальный подход каждому клиенту. Предлагаем проекты мебели. Ждем вас в магазине «Бриз», второй этаж. Телефон 507-27. Вы смотрите гай.рф видеоверсии и мы продолжаем. По информации Пенсионного фонда в праздничные дни января 2016 года доставка пенсии гражданам, получающим через почтовые отделения, будет происходить по следующему графику. За 3 января 2016 года пенсия будет выплачена 28-29 декабря 2015 года. За 4, 5, 6, 7 января 2016 года выплаты будут производиться 4, 5 и 6 января 2016 года. За 8, 9 и 10 января пенсию можно будет получить 8 и 9 января 2016 года. Все интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии 4100. Молодым врачам будут выплачивать по 115 тысяч рублей, а студентам-медикам – полторы тысячи рублей. Такие выплаты предусмотрены программой «Медицинские кадры города Гая». Соответствующее постановление подписал глава округа Олег Попунин. Молодые врачи-специалисты, которые в период действия программы устроятся на работу в Гайскую районную больницу, будут иметь право на получение единовременной выплаты в размере 115 тысяч рублей. Решение о выдаче молодому специалисту этого пособия будет принимать специально созданная комиссия из специалистов администрации и руководства районной больницы. Если после получения материальной помощи специалист уволится раньше, чем пройдет 5 лет, то сумму придется вернуть в городской бюджет. Студенты-медики, обучающиеся по целевой программе, будут получать надбавку к стипендии от Гайской районной больницы в размере 1500 рублей. Спорные моменты между лечебным учреждением и студентом регулируются действующим законодательством. В Орске открыта мощнейшая в России солнечная станция. Ее называют дважды экологичной. Во-первых, солнечный городок вырабатывает зеленую энергию. Во-вторых, объект построен на сложнейшем участке территории бывшего золотоотвала. Строительство солнечного городка началось в прошлом году. Стоимость проекта составила 3 миллиарда рублей. На сегодняшний день это самый крупный объект альтернативной энергетики в России. Подробнее об открытии уникального объекта расскажут наши коллеги из Орска. На сегодняшний день это самый крупный объект альтернативной энергетики в России. Мощность станции составляет 25 мегаватт. В перспективе она может вырасти в разы. В Оренбургской области идеальные условия для развития зеленой энергетики. Солнечный потенциал Оренбуржья сравним с южными регионами. Такими, как, например, Крым. Здесь на востоке области из 360 дней 300 солнечных. Вообще Орская солнечная станция имени Александра Влазнева объект совершенно уникальный. Во-первых, он именной, а во-вторых, построен на землях административного риска. У нее двойная экологическая функция. На территории бывшего шлаконакопителя построена станция, которая в ясный день смогла бы полностью покрыть бытовые нужды такого города, как Орск. И это далеко не предел. Сейчас действует механизм государственной поддержки подобных проектов по договорам предостановления мощности. Не знаем, будет ли через 10 лет продолжение этого механизма, но через 10 лет и поменяется полностью, эволюционирует вообще вся возобновляемая энергетика. И вполне вероятно, что на месте вот этой электростанции мощностью 25 мегаватт, через 10 лет будет электростанция мощностью 100 или 200 мегаватт. Увеличение мощности зависит от развития производства модулей. В любом случае, инфраструктура для дальнейшего роста уже есть. В планах расширение существующей станции и строительство новых объектов в Оренбургской области. Запуск этой станции не только первый кирпич в фундаменте альтернативной энергетики, но и неоценимый опыт для всех участников строительства. Это первый объект возобновляемого источника энергии, который прошел госэкспертизу на территории Российской Федерации. Кроме того, данный первый объект для нашего генерального подрядчика. Компания «Энергоремстройсервис» сыграла особую роль в строительстве этого объекта. Она взяла на себя обязанности генерального подрядчика и полностью выполнила их срок, несмотря на все возникшие трудности. Особенностей, конечно, здесь очень много было. Начиная от грунта, на котором невозможно было ни стоять, ни техники двигаться. И до окончания металлоконструкции, которая, как вы видите, порядка 2000 тонн. 99 тысяч панелей тоже не так просто уложить. За четкую и оперативную работу компанию «Энергоремстройсервис» наградили сертификатами и благодарственными письмами. В мероприятии принял участие и премьер-министр Дмитрий Медведев. Правда, дистанционно. В формате телемоста он поздравил энергетиков с профессиональным праздником и дал старт запуску. Пожалуйста, можно приступать к запуску. Прошу вас. Выработанная энергия будет продаваться на оптовом рынке. Теперь в любой уголок земного шара, возможно, будет поступать солнце, которое светит на Дорском. Татьяна Лакеева, Артем Попцов, служба информации, телерадиокомпания «Евразия». В Гае открылся салон мягкой мебели «Мехков». Эксклюзивные модели диванов, оригинальный дизайн, высокое качество материалов. В салоне «Мехков» вы сможете приобрести качественную современную мебель напрямую от производителя. Фабричные цены, доставка на дом. «Мехков» стал ближе. Торговый центр «Гайский», улица Орская, 111-Б. До 31 декабря действуют новогодние акции. При покупке любого дивана удобный пуфик в подарок. Скидка 10% на модели в наличии. Новое поступление бальных и коктейльных платьев для юных модниц. Скидки до 70% на платье прошлого сезона. Коррекция по фигуре, сопутствующие аксессуары. Свадебный салон «Ангелина». Магазин «Бриз», улица Орская, 119, секция 37. Новое поступление постельного белья, одеял, покрывал, подушек. Отличное качество, интересный дизайн, оригинальная привлекательная упаковка и оптимальная цена. Магазин «Бриз», секция номер 40. Ритуальная служба «Вечная память», полный спектр услуг по захоронению, зал прощания, оформление документов, услуги катафалка, автобуса, бригады, а также облагораживание могил, изготовление мемориальных комплексов, памятников из мрамора и гранита. Медэвакуатор с бригадой в любое время суток бесплатно. Скидки инвалидам и пенсионерам. Вечная память. Орское шоссе, 15. Телефон 505-00. Вы смотрите Гай.РФ видеоверсия и мы продолжаем. Открытие главной городской елки состоится на Центральной площади 29 декабря в 15.00. Как сообщили журналистам в Управлении культуры и архитектуры округа, праздничное мероприятие пройдет в штатном режиме. Всех зрителей ждет театрализованная конкурсная программа, главными действующими лицами которой станут Дед Мороз и Снегурочка. Не исключено, что в свите главного новогоднего волшебника могут появиться и другие сказочные персонажи, в том числе и символ наступающего года – обезьяна. Отдаренных детей из Гаи ждет губернаторская елка. На главную елку области отправятся 4 одаренных ребенка из нашего города. В их число вошли 3 стипендиата губернаторской стипендии и один из лидеров ученического самоуправления. Мероприятие пройдет 25 декабря в Оренбурге. Также в областном центре 29 декабря состоится праздник, участниками которого станут дети из детских домов, коррекционных школ, школ-интернатов, социальных приютов, реабилитационных центров и так далее. Открывает череду новогодних утренников дошколята. В детских садах округа проходит красочное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей. Конечно, главные действующие лица новогодних праздников – это маленькие воспитанники. Маленькие елочки в голову на зиму, и за лесу елочку взяли мы домой, и за лесу елочку взяли мы домой. К нам на праздник долгожданный новогодний в свете звезд прибывает гость желанный – Добрый Дедушка Мороз! Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои пригожие! С Новым годом поздравляю и хозяев, и гостей! Счастья всем добра желаю и погожих зимних дней! И еще есть пожелания в детском садике своем здоровее и румяней! Становитесь с каждым днем! Я зову маленьких секретов, елочки в голову на зимой! Игрю на эту елочку, маленькую елочку, забирать с ними домой! Игрю на эту елочку, маленькую елочку, забирать с ними домой! Маленькие елочки мои, с такими елочками хотят! Пусть они в лесу раздут, но мы их отвечают, тут много-много лет подряд! Пусть они в лесу раздут, но мы их отвечают, тут много-много лет подряд! Ай, да молодцы, ребята. Какой веселый рабочий. Ребята, а вы меня не боитесь? Нет. Я ведь морозить люблю. Носики, ручки, ножки поморозить. Могу. Дед Мороз прислал нам елку, гонки на низозок. И плетя на мне иголки навелать, как низок. Дед Мороз пришел в пятой каше, чуби маленько. Он принес... Ой-ой. Да, он принес. С собой поделки, здесь детишек маленький. Мальчиков, не за наконечет, кубам зима. Только донят и пустынки, но не часто семена. Будем весело плясать, будем песни распевать, Чтобы елка закрасила, гости к нам прийти опять. Замечательные стихи рассказали дети. Мне очень понравилось. Дед Мороз, Дед Мороз, Дедка в елочку принес. Дед Мороз, Дед Мороз, Дедка в елочку принес. А на ней фонарики, золотые шарики. А на ней фонарики, золотые шарики. Дед Мороз, Дед Мороз. Дед Мороз, Дед Мороз. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На минувшей неделе в Гае впервые состоялся фестиваль кадетов. Мероприятие прошло в школе номер 10. Только в этой школе действуют 4 профильных класса. Кадетский, казачий, классы МЧС и ГИБДД. Гостями фестиваля стал казачий класс из города Орска. Зрелищное мероприятие настолько понравилось нашим телезрителям, что по их многочисленным просьбам мы повторяем сюжет с фестиваля кадетов. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ полковник! Преступить выполнивражнение. Есть! Становись! Здравия желаю, смирно! Стрельные шаги! Я его хочу сказать, мать! Фестиваль открылся смотром строевой подготовки. Кадеты показали отличную выправку. Принимал в строй начальник отдела военного комиссариата Алексей Нестеренко. Участники продемонстрировали исполнение команд «Строевой шаг» и «Строевую песню». В завершении этого этапа выступили барабанщицы из города Орска. Выступление получилось по-настоящему зрелищным. После смотра строевой подготовки кадетские классы получили маршрутный лист с заданиями «Сборка-разборка АК-47», «Оказание первой помощи пострадавшему» и «Физическая подготовка». Курировали каждый этап казаки. Среди всех этапов ребята особенно выделили огневую подготовку и разборку автомата. Ты какие задания прошел? Я стрельбу, медицину и противогаз еще. Что самое сложное было? Ну, с медициной. Почему? Не знаю. Тяжело, казалось, в первом помощи? Не, не особо тяжело, но все равно. Стрельба легко. За сколько секунд справился с автоматом? Ну, нам сказали, не торопиться и за минуту. За минуту. А вообще на уроках за сколько разбирать? В уроках 50 секунд. Любимые предметы какие? Не из тех дисциплин, которые изучают обычные дети? Какая-то нормальная? Ну, сборка-разборка, вот это. Стрельба. Это полночное занятие. Огневую подготовку дети проходят в электронном тире. Такое имеется только на базе школы номер 10. В программе порядка 200 упражнений. Мишени можно выбирать разные. Движущиеся, появляющиеся и так далее. Автоматически меняется панорама и даже погодные условия. Тир, который представляет собой проекционный экран через компьютер. Программы созданы. 200 программ здесь. Мы закупили винтовку, не малокалиберную, а пневматическую, с лазерной насадкой. Плюс автомат, плюс пистолет. Три у нас оружия есть. При этом, при попадании лазерной точки, ну, замещение прицела на экране, где мишень появляется, то происходит и звуковой выстрел, и отображается визуально на экране попадание. Здесь можно рассчитывать, сколько количество попаданий, и из этого результат надо будет. Ошибочно считать, что обучение в подобных классах по душе только мальчишкам. Капитаном одной из команд кадетского класса была назначена Ангелина Цыганова. Ее выбрали как самую ответственную и активную. И со своей задачей на соревнованиях капитан справилась на отлично. Как я поняла из старовой подготовки, ты капитан своей команды, правильно? Да, да. Но у вас в команде есть мальчики. Да. Почему именно тебя выбрали? Выбрали меня. Я, ну, не знаю, более активная, более все хорошо выполняю, наверное, так решил наш командир, самое главное. То есть ты, получается, мальчишек сделала, да? Ну, нет, у нас все хорошо, но просто выбрали меня именно. А не сложно быть командиром такой команды? Не сложно, но всегда переживаешь и боишься что-то не так сделать. Сама переживаешь или за свою команду? За свою команду. Они тебя слушаются? Да. К слову, девочки казачьего класса на этапе физической подготовки показали лучший результат в подтягивании. По итогам фестиваля среди шестых классов на первом месте оказался казачий класс школы номер 10. На втором – казачий класс из города Орска. Среди седьмых классов на первом месте оказались кадеты из Орска, а на втором – гайские кадеты. Как отметил в начале фестиваля Владимир Петров, сегодня все чаще задают вопрос, нужны ли вообще кадетские классы в Гае и какова цель их создания. Но, как показала практика, кадеты за время своего существования успели стать образцом для всей школы. Отрадно видеть, что вот такое возрождение кадетских классов, казачьих классов, не только в Гае, в Орске, это идет и в других городах, в Оренбурге. И мы не просто хотим вас видеть все будущими военными, но мы надеемся на то, что вы будете достойными защитниками, защитниками своей семьи, своего города, района и отечества российского. Дети и кадеты от обычных учащихся отличаются чем-нибудь? Конечно, конечно. Во-первых, у нас каждое утро пятиминутка построения, это строевая подготовка, осмотр отделения, дисциплины отличаются, естественно, и, ну, знаниями, умениями, навыками. То есть они на порядок получше? Получше, да. И скрываются они получше? Лучше, да. Это образец нашей школы, да, мы на них все равняемся. Подготовка к этому фестивалю заняла порядка трех месяцев и, несмотря на то, что он прошел в городе, впервые школа номер 10 показала достойный уровень подготовки всех кадетских классов. Валентина Демидова, Артем Архипов, видео-версия, гай.рф. И в конце выпуска о погоде в ближайшие дни в Гае пасмурно ожидается снег. Ветер преимущественно западный 5-7 метров в секунду. Столбик термометра и в дневное время, и ночью остановится на отметке от 0 до минус 1. А наша программа была подготовлена при поддержке гипермаркета Айсберг. В Айсберге 20 дней лучших цен и новогодние подарки. Так, с 11 по 31 декабря купи узкую стиральную машину Канди с загрузкой 5 кг и функцией экспресс-стирка всего за 13 777 рублей и получи мощный пылесос-подарок. Новогодние цены в гипермаркете Айсберг. Ну а это все, о чем успели вам рассказать. Свежие новости и комментарии к ним всегда для вас доступны на сайте гай.рф. С вами была Валентина Демидова. Всего доброго и до свидания. Сигарета. Досадная слабость. Вредная привычка. Большой риск. Не дай себе шанс попасть в скорбный список тех, кто поставил привычку выше собственной безопасности. Помни, курение в нетрезвом виде, курение в постели, незатушенный окурок. Первый шаг за черту огня. Дай себе второй шанс. Подумай о себе и о своих близких. Дай себе второй шаг за черту огня.